Фикус Фикус это то растение, которое очень зависит от размера емкости, в котором произрастает. Чем больше емкость, тем, соответственно, фикус будет расти быстрее. То же самое относится и к пальмам, и об этом мы еще поговорим позже. Но вот сейчас про фикус. Вот перед нами фикус бенджамина, который достаточно пушистый, очень хорошо нарос. Но вот посмотрите, какого размера у него горшок. Вот если мы хотим, чтобы фикус рос быстрее, больше становился, то нам надо пересадить его в емкость большего размера. Конечно, всегда встает вопрос, насколько больше можно взять емкость. В условиях теплицы мы берем горшок в два раза больше, чем тот, в котором он находился. Давай, Расул, покажем, как это делается. Мы берем растение, аккуратно, не трогая корневую систему, вытаскиваем его из горшка и примеряем в новый горшок. Вот посмотрите, там достаточно места, поэтому давай вытащим еще горшок и покажем, где корневая система у фикуса. Видите, как устроена корневая система? Она вся внизу. Поэтому мы подсыпаем немножко земли, давай подсыпем немножко земли, но немного, вот буквально там 2-3 горшки, чтобы покрыть дно. Ставим фикус, вот видите? Значит, как правило, вот у горшка имеется вот такая риска. И мы засыпаем землю ровно вот до этой полоски, для того, чтобы иметь возможность хорошо растение проливать. Сейчас это не имеет большого значения, а вот летом, когда растение будет быстро высыхать, это очень важно. Теперь мы устанавливаем растение так, чтобы оно было совершенно вертикально, ровно, и засыпаем оставшийся промежуток между комом растения и стенкой горшка. Вот посмотрите, как это делается. Сейчас насыпем нашу земельную смесь. Так. И все очень хорошо пробиваем по стенке горшка, чтобы там не образовывались никакие воздушные полости. И при поливе у нас не было каких-то сухих участков, которые не получат влаги, потому что вы видели, какая плотная и хорошая корневая система у этого фикуса. Только в этом случае растение и можно пересаживать. Если бы мы достали фикус, а корневая система была бы плохая, то, соответственно, мы бы его не стали переваливать в больший горшок. Все. Мы растение посадили, убедились в том, что земля как следует притоптана. Теперь растение осталось только полить. Сейчас мы покажем еще как бы один экземпляр. Давай, Расул, возьмем вот тот фикус иволисный. Сейчас про него как раз и расскажем. Вот, посмотрите. В этом горшке у нас не один, а три фикуса. Все дело в том, что фикусы в подростковом возрасте бывают достаточно худыми. У них нет таких хорошо развитых боковых ветвей. Поэтому мы фикусы объединяем для того, чтобы в целом горшок смотрелся хорошо. Вот это замечательный фикус иволисный или фикус али. У него достаточно большой жесткий лист. И он тоже очень хорошо всегда используется, очень успешно используется в озеленении интерьеров. Потому что не сбрасывает от темноты листья так, как фикус бенджамина. И, соответственно, имеет совершенно другой декоративный вид. Давай покажем, как мы его вытащим точно так же аккуратно из горшка. Тем более, надо все время иметь в виду, что фикусов здесь три. Давайте покажем, как уже здесь корневая система прошла через дренажные отверстия. Вытаскивай. Вот тоже, посмотрите. Очень аккуратно мы вытащили, не повредили корни. Теперь насыпаем, давай насыпем туда немножечко земли, потому что у нас есть такая возможность. Если такой возможности нет, и горшок все-таки не совсем большой, то совершенно не страшно, потому что потом, после полива, все равно земля сама по себе распределится правильно в горшке. И здесь мы еще не забываем, что у нас не один фикус, а их три. Поэтому, естественно, горшок мы взяли еще больше, для их лучшего роста. Все, давай, Расул, присыпаем землей. Вот так выравниваем. Вы видите, еще тут у каждого фикуса есть такая опора бамбуковая. Потому что, когда фикус тонкий, фикус – это лиана. Любой фикус, даже который выглядит как дерево, это на самом деле лиана. И ему всегда нужна опора. В природе фикус прислоняется к стволу какого-то другого дерева, опирается на него и благополучно растет вверх. А в природе они достигают высоты 20-25 метров. Посмотрите еще. У фикуса бывают, вот здесь я не вижу, но вообще бывает очень много, вот, например, вот они начинаются, воздушных корней. Здесь они просто обрезаны. Вот этими воздушными корнями фикус присасывается к стволу хозяина, а в данном случае может таким же образом прикрепиться к опоре. И уже дерево хозяин оказывается задушенным нашим фикусом. Фикус благополучно вырастает и, соответственно, продолжает свою жизнедеятельность, а хозяин медленно умирает в его объятии. Поэтому вот такие опоры для молодых фикусов совершенно необходимы. Ну вот мы посадили фикус и смотрите, теперь тоже сейчас мы его прольем и, собственно говоря, дальше в этом горшке он может расти в следующие несколько лет.